Чтобы загрузить игру, нужно нажать загрузить игру. Спасибо большое. Да, мы остановились на второй миссии. К сожалению, на вторую миссию, как выяснилось, у нас перешел еще один герой, который оказался совсем неопытным. Десятки элементарий, но они, кажется, стреляют. Не стреляют вообще? Не, не стреляют. Десятки. Может, исправимся? Мне как раз нужно... Нужно бабла бы. 745! Ну, это много вещей. Инициатива у них, видите, какая? Раз. Просто у героя почти половина хп сносит. А у него ратное дело, пятый. То есть у него там защита? Дай боже, у него за соточку вообще защита. 95 у него защита. Так, ладно, кого я смогу тогда вообще убить в такой армии? Несчастный. Следующий вопрос. Сможем ли мы штурмануть магов? Эту башенку. Вроде их не очень много, но приходится стрелять со штрафом постоянно. Тут минус 10, тут минус 40. Тоже держимся. Давай лучше, наверное, в мили, потому что у нас в мили больше урона выходит. Оп. Есть. Эциклоп выжил. Ну, шикарно. То есть мы потеряли только три гарпии, получается. И нам должны типа 6 тысяч, что ли, дать. И массу свитков, если я правильно помню. В башне магов-то. 4500. Тысяча свиток перемещения, небесная броня, воздаяние, пергамент. Свиток кражи магии. Магическая вспышка. Гипноз. Ну, тоже деньги, понимаете, 13 тысяч уже. 13 тысяч. А мне нужно 15. До 15 осталось совсем немного. Все. Раз, два, три. О! Сегодня я узнал новость о моем отце от очевидцев. Напомню, что наш отец был захвачен, когда пошел на разведку. Куда-то там в деревню захваченную. Нет, когда что-то там преслед... Короче, неважно. Вогель, злодей, его захватил. На рассвете Вогель спинолом протащил Тарнома через главные ворота по земле, привязанного к лошади. Руки, ноги моего отца были закованы в цепи. Он был наг... Наг? Наг. И окровавлен. Вогель тащил его по каменистые равнения больше трех миль к ближайшему исчелью, где собралась толпа. Сначала Вогель взял огромный молот и раздробил моему отцу колени. Нифига себе, пошел контент. Затем он проделал то же самое с руками Тарнома. Те, кто видел это, в один голос утверждают, что Тарном ни разу не вскрикнул. Он стиснул зубы и корчился в агонии, но не доставил Вогелю удовольствия ни единым криком. В ярости от этого Вогель отбросил молот и поднял Тарнома высоко над головой. И тогда все поняли, почему его прозвали спиноломом. Вогель силой опустил Тарнома на свое колено. Она, кажется, смотрела рестлинг в детстве. Тарном издал тихий, краткий стон, но тщеславию Вогеля этого хватило. А этого щенка, что называет себя королем, ждет то же самое! Прокричал Вогель. Никто ему не ответил. Никто не ликовал, хотя вождь, возможно, ждал этого. И тогда Тарном, превозмогая неимоверную боль, взмахнул рукой, привлекая внимание Вогеля. Воевода подошел вплотную и наклонился к пленнику. Что? Спросил Вогель. Мамке, передавай привет. О, подожди, встреча с предками. Это были последние слова моего отца. Я уверен в правдивости очевидцев, ибо это очень похоже на Тарнома. Даже в эпоху, когда мой народ уделяет мало внимания нашим древним богам, он крепко верил в их существование и в добродетели, которые они представляют. Когда варвар умирает, он предстает перед предками, которые судят его жизнь. Если они найдут его недостойным, он повергается в забвение. Тарному не о чем было беспокоиться. Если уж и он недостоин войти в рай, то никто из нас недостоин. Ну, вот так вот. А в знак презрения Тарном плюнул кровавым сгустком в глаза Вогеля. На-на! Великан воевода в Нистовси снова поднял своего пленника. На этот раз Вогель бросил его искалеченное тело в ущелье. Тарном не вскрикнул, и, насколько известно, его тело до сих пор лежит там, непогребенное. Понятненько. Так, три, четыре, пять. Возможно, Улгар решил, что мрачное настроение, охватившее меня после смерти Тарнома, требует утешения. Ха, опять сейчас за руки будет держаться. А чем лучше залить печаль, как не элем? Еееей! Я согласился лишь потому, что у меня не было сил спорить. Ой, уговорил. И вот, к концу дневного перехода мы пошли в таверну. Ребята, у кого там что? Открываем. Когда мы прикончили третью кружку, я, наконец, перестал терзаться мыслями о потере единственного близкого мне человека. Быстро отошел. До тех пор, пока я не услышал его имя. В другом конце зала выпивала шайка бродячих варваров. И один из них взялся за кружку. Он говорил достаточно громко, чтобы привлечь внимание всего кабака. За Вогеля спинолома! Настоящего бойца! Сказал бродяга, поднимая свою кружку. Вот бродяга, а вот пес. Когда Вогель умрет, то будьте уверены, это произойдет в бою. И не с девчоночами визгами и воплями, как это было с тем хваленым трусом Тарномом. И я вскочил на ноги. И пересек зал раньше, чем кто-либо что-то сообразил. Включай меня самого. Разбойник издал создавленный вопль, когда я отрубил его руку, подносившую кружку к рту. Меня окружало более дюжины человек, но меня это не заботило. Я хотел только крови. Я бы умер в тот день, если бы не Улгар. Мы были двумя берсерками, бежала с накуршившими толпу врагов. Свист мечей, крики, кровь, кишки. Все смешалось. Даже когда бродяги попытались Беллу улизнуть, я догнал их на улице. Блин, она так пишет вообще. Такая она. Никто не ушел от моего гнева. Даже тот негодяй, которому я отсек руку. Я нашел его в углу зала, зажимающего свою рану и бледнеющего с каждым мигом. Я приставил свой меч к его шее. Где ты слышал эту ложь? Прорычал я. Он медлил с ответом. Говори. Или я тебя самого заставлю вопить, как девчонка перед смертью. А-а-а. Огонь в том камине, похоже, довольно жаркий. Какие намеки. Мне, рассказывал, это один из капитанов Вогеля. Признался варвар. Вогель не мог добиться от Арнума чего хотел, и поэтому теперь он распространяет ложь, позоря доброе имя Арнума. Я прикончил последнего бродягу взмахом меча, и моя ярость наконец утихла. Тогда я почувствовал заведящую боль от полудюжины поверхностных ран. А мои мышцы болели, как если бы я бежал целый день. Видимо, у нее мышцы болели после пробежки. Вот она и описывает эту боль. А через секунды я понял, что Улгар куда-то пропал. Я нашел старого берсерка, лежащего на сломанном столе. Он держал руку на животе. Она была мокрой. О-о-о! Две тысячи золотых и шесть самоцветов! Э-э, а как такое произошло? У нас сейчас нас штрафанули. Э-э-э-э. Он держал руку на животе, она была мокрой от крови. А сам он был еще бледнее, чем тот, кого я только что убил. Улгар умирал. Я понял это с первого взгляда. Мне очень жаль, сказал я. Мой поступок привел к смерти этого человека. И не только к его смерти. Ты еще перерезал дюжины людей. Улгар расхохотался. Презрев боль, он сказал. О чем ты жалеешь? Я славно пожил. А эта смерть не хуже другой. Я-то уж начал бояться сдохнуть с собственной постели. Но если бы я не набросился на этих, на этих недоносков. Тогда бы я не увидел величайшей ярости берсерка в своей жизни. Возьми меня за руку. О-о-о, он взял за руку. Да! Я знал. Самый важный момент. Нужный момент. Самое время взять за руку. Давай. Тогда бы я не увидел величайшей ярости берсерка в своей жизни. Улгар взял мою руку своей, окровавленной, открыв зияющую рану. А-а-а, ты король, парень. Король. Ха-ха, да, король. Что? Что? Это значит, что ты должен быть великим. Лучше всех прочих. И сегодня я это увидел. Все эти разговоры о мире, обществе и процветании очень мило, конечно. Но что будет, когда кто-то захочет взять твое? Сегодня я увидел. Человека, который способен вернуть величие своему народу. Слезы из глаз старика скатывались по щекам в его седую бороду. Когда попадешь в рай, Улгар, не выпивай весь Эль, оставь немного для меня. Сказал я. Его время близилось. И снова Улгар от души расхохотался, несмотря на слабость. Вот этого не обещаю. Я похоронил Улгара со всеми почестями, полагающимися великому повелителю. Воителю. Включая изрядное количество золота и самоцветов. Чтобы было на что пить в верхних чертогах. Возьми эту руку, так что ее отрубил. Да. Раз. Два. Перестреливаемся. Толидо, привет. Надеюсь, Михаил пройдет также все следующие дополнения. Там тоже много чего интересного. Посмотрим. Пока сама кампания довольно долгая. И если первая, например, кампания, она... Она простая. То здесь уже начинаются сложности. Окей. Кентавры нам не особо нужны, но нычку лучше занять. И тут герой вражеский. Как стоял, так и стоит. Ничего у него не поменялось. Героя уже нет. Как народ душит, но явно хочет Диабло. Диабло. Смотри, мы с перетроможены документы считаем. Это очень важный и очень дорогий документ. Окей, хорошо. И у нас тут зеленый щегол. Четенько. Умеем, могем. Ну, штурмуем барсаков. Оп. Все, воскрешаем нашего лемминга. Хагнар. Пам-пам-пам. И тут же он получает стрелковый. Захватили город, в котором шаром покати. И начинаем выстраивать. Просто я сейчас могу уже в главном замке сделать... Вот он, скальное гнездо. Громовые птицы. У-у-у-у. Красавцы. Летают, бьют громом. 170 хп, 28-40. Хорошие статы. Закончили. Вон он убегает. Пес. А вот мне стоило от него... Стоит от него отойти, он тут же будет штурмовать замок мой. Волки бегают. Может он откупится? Оп. Я бы откупился. Да. Ой, 75 тысяч. Хорошо. Благородством не хочу качаться. Атака стрелковая. Атака стрелковая. Стрелковая. Атака стрелковая. Но выглядит она, конечно, очень увесисто. Смотрим. Признаки битвы были налицо. Бандиты напали на повозку. Груз, конечно, уже давно далеко отсюда, но тела погибших остались лежать здесь, чтобы поведать о случившемся. Двое мужчин и женщина, облаченные в голубые плащи стражников, столкнулись с бандитами. Шансы были 12 к 1. Неплохо. Там профессиональный товарищ сидел, считал. 12 к 1. Принимаем ставочки. И ведь они почти их одолели, но теперь они мертвы. Среди оставшихся пожитков мы нашли алебарду стражника. Вы взяли ее с надеждой, что сможете также доблестно управляться с ней, как и павшие стражи. Алебарда стражника. Ну, она здоровая. Вообще, что умеет? Ааа, увеличивает уровень атаки героя на 25. Скорость на 2 единицы. И подавляет способность противника нанести первый удар. Герой может атаковать врага на расстоянии 2 метра. Что? Мы превращаемся в копейщика с статами. Ё-моё. Взял алебарду за руку. Да, да, да. И пошли танцевать по стене звезд. Не, ну это убер-пушка, ребят. Это просто убер-пушка. Да, здесь проходим, смотрим, что внутри и под землей. Тупик и зеленая палатка. А зеленая палаточка у нас была совсем-совсем недалеко. Два сундука там. Я обязательно сундучки раскручу на золото. Потому что сейчас оно необходимо. Зеленая палатка. Где же она была там? Где-то была. Это не вопрос. Это не вопрос, друзья. Это вопрос риторический. Этот замок, непонятно что с ним делать. Мало того, что там герои еще высокого уровня 13-го, 23-го. Так еще и птиц 20 штук. И можно пока вокруг пособирать. Здесь бы разведку провести вниз. Отправить гарпию одну. Может там будет. Ой, да тут много всего. Во-первых, застава зеленая виднеется. Это кто такие? Драконовые големы. Ой, да кто там такой? Там рыба, рыба, там рыба. Морское чудовище. Судовище может проглотить атакующего врага. Так, а я не хочу туда. Опа, это что такое? Увеличить эффект действия навыка. Будем ли мы забирать? Ну, ради экспы, я думаю, нужно забирать. Вот ходящих, блуждающих из врагов. О-о-о, у нас теперь руки есть. И ты должен. Хотя мое решение спасти сотни невинных, погибающих на рудниках Хундрика, а не моего нареченного отца, далось мне легко. Оно произвело большое впечатление на племена. Да то ли остававшиеся нейтральными в нашем конфликте с Хундриком и Вогилем. Теперь же, когда по стране разошлась весть об ужасной смерти Тарнума, ко мне прибыли представители новых племен, признавших меня королем и поклявшихся в верности их людей. Они также прислали новых рекрутов, усилив мое войско. Мой народ смотрел на меня со смешанным чувством. Сожаление и уважение. Уважение! Они сочувствовали моей потери и моей душевной боли. И они уважали меня по той же причине. Я поставил их, варварские племена, превыше себя. Именно такого человека воспитал Тарнум. Теперь я это понимал. Когда настало время моего испытания, я прошел его лишь потому, что он дал мне силы. В это утро я впервые в жизни молился предкам. Я молил их, чтобы они дали моему отцу лучшее место в раю. У вас же там в Вальхала, не? Дайте ему счастье, коего он не нашел в этом мире. Просил я, и слезы катились по моим щекам. Некуда брать этих упырей. Да, 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 они сейчас все захватят. Хорошо, просто... Так, ну ладно, этого мы сейчас забираем. Он нубасий тот еще. Переманиваем пару леммингов. Просто дворуха ушатывает за... Оп! Откупаться будешь, пес? Хотя мне особо деньги не нужны, сейчас они... Без толком мне. Зачищаем. Следующий герой будет значительно сложнее. Тут вражеский герой. Ай, циклопа не увидел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нехорошо, как убьем, может? А, оглушил. А с второго даже убил. Минус мораль. Здесь открываем его. Стоит ли отстраиваться по... По пути. Ну, он там отстраивался. Отстроился неплохо весьма. Склопы есть даже. Статы отстроил, спасибо ему. А вот этот гораздо серьезнее. Смотрите, 29 рухов у него. 70 огров шаманов. Но там нет башен, понимаете? Там нет замка. И это прекрасно. Что он здесь сидит? Это вот тот самый, который вот сидел в замке. Оп! Сразу минус герой. И большая часть кентов. В отличие от того, что было в прошлый раз. И не хочу терять. Лучше отступлю. Попробую. Да, и он блат-лаза кидает. Все шикарно. И это был топ-1, топ-2 героя врага. Один циклоп. Потерпел поражение. И большое количество предметов. Еще подрезать крылья. Проща. Ресурсы, ресурсы, ресурсы. Прям ресурсы, ресурсы. Город освобожден. Сейчас мы галопом в верхний город скачем. Да не. Блин, здесь тоже дюжины. А что они так быстро отстраиваются? Да, захватываем наш основной замок. Не без проблем, но захватываем. Раз. Двадцать. И трис. Нет. Никаких бежать. Египетская, египетская. Точно. Бастет. Бастет, колбастет. Это она. Ну, хорошее имя для кошки. С. Есть шипящие, свистящие. С обильной шерстью. И с проблемами с желудком. То. Так, здесь гарнизон не очень серьезный. Как мы видим. Но основная армия осталась у того друга. Так, это раз. Это два. А, неделю рыбы объявили. О, я не видел. Вот оно что, Михалыч. Ну и все. Изловим того героя. Закупимся хорошенько. Ну, в смысле... Не закупимся мы. Просто изловим. Вот это основное. Ща, ща, ща. Я, кажется, она вышла со мной драться. Нет, это та же самая дурочка. Ну ты даешь. Ой. Основное все дело здесь. И я проиграл. Такая музыка веселая играет. Просто изи. Показываю. Так, четыре сотни. Сорок птиц. Сорок. Сорок циклопов. Йооо. Триста. Семьсот. Что? Я сомневаюсь, что хватит. Там блат ласт на птиц. И все, и полетели. Блин. Просто минус герои. Сразу там. Какая защита. Какой лечебный отвар. Сорок птиц в лицо. Бах. Здесь отличный выстрел по двоим. Вот так вот. Семь птиц. Сто сорок берсерков. Уууу. С кого снимать ответку? С птиц или с берсерков? Берсерки даже, наверное, опаснее будут. Учитывая двойной удар. Поэтому врываемся в них. Бах. Бах. Тут бьем по птицам, потому что все равно безответный удар. И дальше уже по птицам, потому что... О, подрезали крылышки. Отлично. Он ход пропускает. Минус мораль. До свидания. И это была вторая главная армия врага. Скорее всего, никого крупнее у него нет. Много артефактов. Повышает уровень атаки. Лук на 20 единиц. Кольцо жизни. Мюлечевский этот. Ослепление, стрелы, копья. Стрелковом бою. Так, далее захватываем последний угловой левый замок. И надо подумать, может быть мы пробежимся... Где-то надо экспу надыбать. Сквайры несчастные. Быстро бой. И замок. С замком могут быть проблемы, как вы помните. О, неплохая подкрепа. Хватит мне сил, чтобы штурмануть замок этим героям. О, внезапно тут, оказывается, было большое количество всяких предметов. Да ладно, справимся, наверное, да? Давай. И уже спать, уже пора. Кто там? 19. Вот, опасный товарищ. Но догул первого уровня. Он ничего не умеет. Мне нужно только кентов снять сверху и все. Птицы в бой, гарпи в бой. На птиц ласт. Для тех тоже, кстати, ласт. Оп. Оп. Да, спокойно справляемся. Что-то герои низкого уровня. Что он сможет, правильно? А я захватываю. Вроде как, последний замок врагов. Но это не точно. Нет, не точно. А-а-а. Смотрите, там еще пограничные ворота. И вот здесь, видимо, главный враг. Так, ну это уже завтра. Все. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что болели. До завтра. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok